Здравствуйте, дорогие друзья, это ответы на вопросы для библейского портала Экзигет, и с вами священник Иоанн Терраус. На портал Экзигет поступил следующий вопрос. Есть ли ангел-хранитель у некрещенных? Итак, многие люди, приходя к крещению своих детей, оправдывают это или говорят, что они это делают исключительно для того, чтобы у ребенка появился ангел-хранитель, чтобы у него было все хорошо, он не болел, был счастлив. Но есть ли ангел-хранитель у некрещенного ребенка? Обязательно ли крестить? Крестим ли мы лишь для того, чтобы появился ангел-хранитель? На этот вопрос отвечает евангелист Матфей. 18 глава, 10 стих. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного». Соответственно, Христос говорит о тех людях, которые не приняли крещение, но которые имеют ангелов-хранителей. Более того, мы с вами можем вспомнить и о том, что согласно первохристианским памятникам и учению церкви. Ангелы-хранители есть и у городов, у каких-то стран, у стихий есть ангелы, и соответственно, у человека некрещенного тоже есть ангел-хранитель. Окрестимся мы с вами не для того, чтобы приобрести ангела-хранителя в услужении, а чтобы мы с вами могли прийти в полноценное общение с церковью, а через церковь с Господом нашим Иисусом Христом, чтобы мы с вами могли полноценно наслаждаться теми таинствами, которые церковь нам предлагает. И соответственно, иметь в себе Духа Святаго, чтобы приобрести дар и печать дара Духа Святаго, отпущение согрешений, обновление в Новый Завет. Ну и самое главное, действительно, печать дара царственного и всеобщего священства. Благодарю вас всех за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.